Друзья, всем привет! С вами снова Азат, это по-прежнему канал Автосправочная. В одном из недавних видеороликов я уже рассказывал о том, что страховщики готовятся к вводу в 2023 году автоматической фиксации наличия у водителей полиса ОСАГО при помощи камер ГИБДД. Речь идет о законопроекте по внедрению так называемой системы АИС-страхования. Документ был одобрен в первом чтении Госдумы еще в марте 2022 года. Второе и третье окончательное чтение этого законопроекта планируется до конца 2022 года. Согласно данному законопроекту, автоматизированная информационная система Российского Союза Автостраховщиков, так называемая АИС-РСА или АИС-ОСАГО, по-другому оно и называется, будет практически полностью передано в ведение Банка России. По информации же самого Банка России, передача этой информационной системы позволит как раз-таки наладить взаимодействие между информационной базой страховщиков и базой Министерства внутренних дел, для того, чтобы камеры могли автоматически подключаться к этой базе и выявлять на дорогах водителей, у которых нет действующего полиса ОСАГО. Информацию о том, что автоматическая фиксация наличия полисов ОСАГО в 2023 году будет одной из основных мер, которой будут заниматься страховщики в 2023 году, уже подтвердил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. Об этом он рассказал в ходе своего интервью Агентству страховых новостей. Вопрос касался ближайших планов страховщиков на 2023 год. Дело в том, что уже буквально через пару дней Евгений Уфимцев с вероятностью 99,9% будет избран в качестве президента РСАГО вместо Игоря Юргенса, который отказался от своего поста. Поэтому это интервью можно в принципе считать предвыборным. Итак, что касается планов, в первую очередь корректировка стратегии после обсуждения с членами Союзов. Определить 5-6 наиболее приоритетных задач. К примеру, я считаю, что очень важная задача на следующий год – запуск проверок полисов ОСАГО по камерам. Это возможно на основе передаваемых в Центробанк модулях наших IT-систем. Так как в сотрудничестве с ЦБ госорганам будет легче интегрировать эти модули государственными информационными системами. Архитектура системы сформирована на отдельных модулях. Часть из них останется у РСАГО. Сейчас мы занимаемся дорожной картой по передаче системы и формированию зон ответственности. Между IT-системами, которые будут переданы, и теми, которые останутся у страховых союзов. Следующая важная задача – это запуск электронного урегулирования убытков. И не только в ОСАГО. В следующем году закон стартует в добровольном формате, а затем станет обязательным для исполнения всеми компаниями. В этой связи следующий год станет опорным в части подготовки информационных систем участников рынка и РСА для своего рода рывка в области дальнейшей цифровизации отрасли, рассказал Уфинцев. Я напомню, еще в октябре 2022 года тот же самый Уфинцев в ходе форума лидеров страхового рынка уже рассказывал о том, что в принципе МВД обещало подключить камеры для фиксации полисов ОСАГО уже до конца 2022 года. Но затем у них несколько изменились планы, они занимались другими задачами. Поэтому страховщикам МВД обещают, что камеры начнут проверять водителей по поводу ОСАГО уже в 2023 году. Со своей стороны, получается, Банк России также ведет эту подготовку. Когда эта информационная база страховщиков перейдет в ведение ЦБ, эта процедура, я думаю, довольно-таки резко ускорится. Я предполагаю, что введение фото-видеофиксации должно подстегнуть многих водителей, которые на сегодняшний день отказываются от покупки полиса ОСАГО. Дело в том, что штраф за это нарушение составляет всего лишь 800 рублей, а если оплатить его вовремя со скидкой, то всего лишь 400 рублей. Поэтому многие водители пытаются экономить на этих полисах ОСАГО, думая, что в течение года они могут там один или два раза встретиться с автоинспектором, а могут вообще не встретиться. Такие случаи тоже есть. Но фишка в том, что когда будет запущена фото-видеофиксация, такие маневры уже не пройдут. В отличие, к примеру, от фиксации того же отсутствия техосмотра, где ограничение составляет не более одного штрафа в сутки, по ОСАГО такого исключения не предусмотрено. То есть, грубо говоря, если ты проедешь 10 раз в течение дня под камерами, то тебе 10 раз придет штраф по 800 рублей за отсутствие полиса ОСАГО. Именно поэтому ситуация здесь кардинально отличается от того же самого техосмотра. Вот такая вот информация. А если вам нужно купить полис ОСАГО, проверить историю транспортного средства, либо быстро его продать, вы можете воспользоваться полезными ссылками в описании под этим видео. Также хочу еще раз напомнить, что до 30 ноября 2022 года мой канал участвует в голосовании в номинации блогер года. Поэтому, кому не трудно, вы можете поддержать данный канал, проголосовав за него по ссылке либо в описании под этим видео, либо перейдя по QR-коду на экране. Заранее спасибо. Вот такая вот информация. Надеюсь, видео было для вас полезным, интересным. Своим мнением по этому вопросу вы, как обычно, можете поделиться в комментариях под этим видеороликом. Спасибо, что досмотрели его до конца. Всем удачи на дорогах и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!